Широко, весело и задорно в минувшую субботу в Дагуфилсе прошла осенняя ярмарка. В этот день на улице Ригас яблоку негде было упасть. Горожане, отложив все свои дела, с головой окунулись в праздник осени, не забывая при этом наполнять свои корзинки продуктами, выращенными, произведенными в крестьянских хозяйствах Дагуфилского края. Повсюду торговля шла бойко. Благо, из представленного здесь изобилия выбрать было что. Картофель, томаты, огурцы, капуста, яблоки, саженцы фруктовых деревьев и декоративных растений. Мясные изделия, сыры, свежая выпечка, настоящий ржаной хлеб, изделия ремесленников. Перечислить все невозможно. Придя на ярмарку, горожане получили не только заряд хорошего настроения, но и открыли для себя новые рецепты приготовления. На первый взгляд, хорошо знакомых блюд. Я узнала новый рецепт, как можно ячменную кашу варить, но вам не расскажу. Секрет. А что же тогда купили? Вот, панкука. И спрейли, как пекут, тонкие блины. Очень вкусно, ребенок очень любит. Удивительно, но в этот чудесный осенний день именно обыкновенные тонкие блины стали одним из самых востребованных лакомств на ярмарке. Дома таких блинов нельзя сделать? Здесь вкуснее. Понятно, что блин такого размера дома не испечешь. Вероятно, именно в этом и кроется секрет популярности среди посетителей ярмарки этих аппетитных блинов. Однако Валдес Кулинар из Прелли о волшебном ингредиенте не сказал ни слова. Это уже секрет фирмы. Ну так они, не знаю. А может быть, величина привлекает? Величина. Ну это, я говорю всем, праздничные блины. Большие. В этот день ярмарка и пела, и танцевала. Вот и председатель Прельского края Валдес Адамович не смог устоять и пустился в пляс. Мы видим, что вы не только приехали в гости, вы еще активно принимаете в этом участие. Причем Прельский жарит грибы, а мэр танцует. Да, очень приятно, что поляки приехали, белорусы. Так что я думаю, что очень красивый праздник Долгопилского края и город. Эта часть Латгалии очень приятна и красива. В этот день на улице Ригас повстречали мы и мэра города. Очень приятно быть в гостях у своих соседей и в то же время не покидать дом. Спасибо всем, кто пришел на праздник. Хочу пожелать всем счастья, благополучия, хорошо проведенного дня и потом, чтобы были басилы на целый год вперед. Мы видим, что вы тоже что-то уже купили. Что именно? А здесь наша латгальская клюква. Многолюдно в этот день было и возле информационной палатки «Даутком». Горожане поспешили воспользоваться возможностью оформить льготную подписку на самую популярную среди долгопилчан газету «Сейчас». Ну а пока взрослые оформляли документы, детвора общалась с мастером по фейс-арту. Прогуливаясь по рядам, Инину Курсета, депутата Краевой думы, мы застали за привычным для нее занятием. Хозяйка крестьянского хозяйства «Зедани» консультировала покупателей, которые не в силах были пройти мимо этой аппетитной малины. Малина у вас удалась, в принципе, как и саженцы. Кому спасибо за урожай, надо сказать? Во-первых, Богу. Во-вторых, конечно, природе. Потому что природа сдала в этом году очень хорошие такие. Но лайк обстакли, да. Так что спасибо всем. И, конечно, моим рабочим. Спасибо моей семье, что действительно всем мне помогали и выросли с такой прекрасный урожай. Улица Лаком стала одной из самых посещаемых. Каждый хотел попробовать настоящей горячей деревенской пищи, которую презентовали в этот день в области Дагубинского края. У нас зразы с капустой картофельные. Все выращено на своем поле? Конечно, как же у нас. Поскольку мы не пробовали, поверим вам на слово, вкусно? Вы попробуете, очень вкусно. Мы уже все раздали почти, сейчас и вас угостим. Напросились, получается. Нам не жалко. Многолюдно было и у уличного буфета Калкунской волости. По сложившейся традиции, поварихи волости подчевали всех серых горохом со шпеком и кефиром. В чем секрет вашей каши? Повара хорошего. Понятно. А кефир? Кефир тоже там особенный? Конечно, с калкунских коров. Пришлось по вкусу жителям именю Скрудолинского охотничьего клуба, в котором в этот день были заявлены каша и особенный напиток – охотничий квас. Охотничья каша, из чего она? А все элементарно, дичь, скажем, дичь. Первонаперво кашу мясом не испортишь, первонаперво. То есть там лосиные рога, копыта? Нет, 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 вырезка, хорошая, вообще, хорошая вырезка, хорошее мясо. В этот день на осенней ярмарке каждому было чем заняться. Кто-то смотрел на выступления юных артистов, кто-то принимал участие в конкурсах и получал за это призы. Кто-то предавался обжорству. И большое спасибо за этот праздник жителям Дагубинского края.